Валерий Константинович Здравствуйте, Новосибирск Здравствуйте, Саиногорск Так, я дело о чем У меня огромное количество звонков Я очень много говорю, а потом все это как бы растворяется в атмосфере Вы задали важнейший вопрос о колновидных яблонях Могу я записать наш разговор? Все, что мы будем говорить Конечно, можете Я вообще думала, что вы как-то мне наговорите, чтобы им не отправить Я не так поняла Конечно, можно А потом, да, потом вы будете смотреть уже на наш совместный труд Это труд Вот Итак, смотрите Если вы упомянули статью 15-го года, так? Это значит, что вы ничего не знаете о моих вебинарах, которых сотни О моих этих фильмах, которых уже не одна тысяча Наверняка мимо Знаете что, Валерий Константинович Я в принципе готова их смотреть Но мне хотя бы вот вопрос задать Вот, вот Поэтому смотрите Будем считать, что вы представитель другого поколения Которая еще не искушена в этих делах Тем более Новосибирск Это такая Сибирь жуткая Вот Давайте так Начинаем говорить про колновидные яблони Я что сделал? Я экран вот этот То есть камеру упер в компьютер А в компьютере я набрал колновидные яблони И передо мной такая роскошь Сразу полсотни фотографий Необыкновенной красоты Это я потом буду доказывать Как уже доказывал не раз Что за ними пустота За этими картинками Вот А вы, допустим Хотели бы, наверное, иметь эти же яблони колновидные Да, они мне картинками привлекли У меня есть зона такая Которую я бы хотела Чего там садить какую-то живую изгородь Я думаю, посажу-ка я колновидные красивые яблони Но тут начала слушать вас Где вы, знаете, с таким небольшим сарказмом говорите Что это как я единственный Кто выращиваю И поэтому Ну, вам же как-то удалось Я, конечно, не экспериментатор Если это Выше среднего способности Нужны для Ну, как много труда Там, каких-то знаний То, безусловно, мне это не подойдет Вам не подойдет по другой причине Давайте начинать разговор так Значит, во-первых Изгородь всегда надо делать Из очень высокорослых деревьев Особенно с северной стороны Из западной стороны А колновидные Они стандартные Это метр-полтора Мои до пяти метров Там восточная и юрная Как раз ей хорошо будут яблоньки Она чисто такая функция И изгородь, знаете, такая декоративная Ни от кого не отгораживаться Просто, чтобы была зона чуть-чуть отгорожена Такого Ладно, вопрос сливается Итак, дело о чем Потом все, что у меня на экране Вы увидите потом К сожалению, разговор свежий Я не успел к нему приготовиться Как? У меня есть где-то информация Отдельная Там фотографии подобраны Но сейчас я не найду Вот Время позднее Одиннадцатый час У вас тоже не раннее время Да, да, да Вот Поэтому разговор будет очень короткий Смотрите Вы потом на экране это увидите Итак Я буду говорить Пусть уже по тем шаблонам Что сам изобрел Во-первых Колновидные яблони у меня есть Раз Я обладатель трех мировых рекордов По морозостойкости Они в принципе не морозостойки Без специальных подвоев По морозостойкости По высоте Вместо метра полутора Шесть метров Два И урожайность До пяти ведер с дерева А стандартом считается ведро И то это один случай из сотни Значит Когда я сказал Что я единственный Я имел ввиду Сибирь Сибирь Вот Потому что я сибирский садовод Значит Яблони проданы за все Когда-то они появились Это небольшой рассказ для вас Потому что я очень хочу вас отговорить Казалось бы Кто мешает мне питомника воду Мне и сыну Не выращивать вот то Что сейчас на экране Эту красоту Причем без обмана Это редчайший случай На планете всего существует В России Два человека Которые они обманывают Вот Один из них перед вами Так вот Я не вырастил на продажу Ни одной колновидной яблони И сыну сказал Мы не халтурщики Вот Колновидность Это практически выдумано И сейчас я буду объяснять вам почему Вы потерпите 20 минут А у меня получится целое кино Значит Первое Значит Колновидные яблони Для них придуманы специальные подвои Чтобы они специально оставались очень низкими Низкими и маленькими И настолько Карликовые подвои я это почитала у вас А? Карликовые подвои я это почитала Да, да, да Вот карликовые подвои Эти подвои придуманы для того Это палка с пророщенными корнями Они придуманы для того Чтобы Не развивалось дерево В принципе Вот как вылезла там Маленькая Это самое Метр-полтора ветка Она якобы покроется Плодами Потому что у нее Междуузлия такое короткое То есть много-много почек Вот И она сразу начинает Именно на этих подвоях Их особенность Каждый карликовый подвой Это взрослая дерево Даже если мы один год Она все равно взрослая Она со взрослой ветки взято И сразу вступает в плодоношение И вот эти плюсы Казалось бы Вот на экране Где-то в 85-м году Сенсационная статья Вся страна покроется Этими яблоками И вот это Да И потом я забуду сказать Сразу Яблони колновидные еще бывают Это их особенность Связана с тем С особым расположением почек Но На всей планете Потому что Вы же захотите еще Иметь и груши Колновидные Возьмите картинки Такие же красивые Абрикосы колновидные Персики колновидные Черешню колновидную Вишню колновидную Сливу колновидную А на всей планете Это ягру железов А моя фамилия что-то стоит Нет ни одной колновидной груши Нет ни одной колновидной сливы И так далее Нет их в природе Не существует Деревья Кроме одного Двух лет Никогда не плодоносят На штамбе На этом Карьера колновидной Кончается Вот Мы с вами Свидетели Гигантского лохотрона Я когда еще Умер этот самый Я так Иронизирую Мне его не жалко Мавроди Умер Умер Хотелось другое слово Применить Место слова Умер Вот А я еще Когда он был живой Я говорю Мавроди узнает Гигантскую аферу С колновидными яблонями Он же возьмет Это Удавится От зависти Что сейчас Сотни питомников Покупая эти импортные Или выращивая Псевдоколоны Насытили этот рынок Так А и нету У нас Садов Колновидных В Сибири Нету Нигде нету Почему Меня нету И в то же время Есть Итак Единственный шанс Иметь колновидную Яблоню Это значит Отказаться От Искусственных Подвоев Палка с пророщенными Искусственными Корнями Вот Это делается Специально Чтобы дерево Не росло Потому что Она дает Боковые ветки И человек Кричит Это же не колонна А у меня ветки Боковые Меня обманули И тогда Самые крутые Продавцы Садоводы Кто может Правда выращивать Говорят А вы отрежьте Боковые ветки А боковые ветки Это ветки Продолжения Тогда она уже Может не год Два Три давать плоды А четыре Пять Шесть А потом снова ветки Вот жаль Я не готов И у меня нет Такого Этого Самого Подходящего Доказательства Ну у нас Просто общий разговор Я хочу Впереди весна Вы пойдете на рынок Там сто процентов Будут колонны Так а я к вам Хотела приехать За ними Понимаете А вы мне сейчас Говорите Что их нет Правильно я понимаю Их нет Принципиально Я мог на них Зарабатывать Двойную цену Когда появились колонны Сразу была двойная цена На рынке Вот Тем более Колонны Это ж такое чудо А теперь Вы потом увидите На экране Это чудо Ну вы меня немножко сбили Итак Я когда понял Так что колонны Не светят На этих Четыре у меня Была официальная колонна Из Москвы Они сразу Передохли Я только смог Коротенькие веточки Чтобы спасти Перенести куда Перенести На Местные Корневые Отводки Яблонсибирок Несколько лет Повозился Плохая совместимость Но наконец У меня получилось У меня есть фотографии Шестиметровых Шестиметровых Подчеркиваю Этих самых С мировыми рекордами Но Это Исключение Из правил Например Я получил Мировой рекорд Телевидение Засняло Есть на диске Как я здорово Это Причем Чисто Не то что Под дерево Подсыпал яблок На глазах Непредубежденных Телевизионщиков Я тряс дерево Хотя Это единственная Сара жизни Тряси дерево Тряси дерево Нельзя Портиться Плодушки Вот На тряс Пять ведер Вот это было А на другой год Дерево было мертво Вот Век Колонн Первый раз Сыгрался Зима Их уничтожило И вот А потом И снова Возродил Это я же не дурак Я же перед зимой Черенки заготовлял И у меня сейчас Есть колонны Но они Дают среднего рожая И Зачем мне Дерево Полукарлики Когда у меня Рядом дерево Остает 30-40 килограмм Ой Ведер И вот Я к чему Это сказал Сейчас Значит Выход из тупика Это использовать Их возможность Быть компактными Это тоже имеет плюс Перенести На коловидные На Корневые отводки Ну Сейчас я не могу Показать Как они выглядят К сожалению Отводки Где их брать Вот Именно отводки То есть Вот яблони растет А от нее Вылез в метре в двух Вдруг от него Этот саженец Отрезается И на него Привается В смысле Пуповина Перерубается И вот Получается Так На рынке Все что вы купите Вот И я покупал Уже здесь Покупал на рынке 13 лет Два яблочка Высота до сих пор По колено Это нормально Это и есть Их уровень Вот Я сейчас Еще В плане того Что я не болтаю Я покажу Несколько картинок Они выглядят Красиво Все что передо мной На экране Все вот эти Два-три десятка Самых Вот я показываю Вот это Вот это Вот это Вот это Мне хорошо видно И вы потом увидите Вот это нарисовано Вот Любой может догадаться Как художник старался Но мы сейчас Не будем До этого Нацикливаться Так Вот это И вот это все И вот это Все это попадает В На сайты А своих У питомников Нет И никогда не было И не считая Одного Человека Которым это Профессионально Вот Профессионально Больше ни у кого Этого ничего нет Близко И вот тогда Я просто Показываю Даже Эти Мошеннические Сайты Которые Могут Что угодно Вам прислать Избавь вас Бог У Бекера Попросить Заказать Саженцы Вот При мне Открывали Их посылку У них были Все ветки Боковые Отрезаны У меня Целый фильм Есть Не шутя Посылка Длинная На ней написано А Бекер Все Все как положено Вот При мне Вскрыли Вот Ветки Все изувечено Вместо боковых веток Страшные раны Это Настоящий фильм Это документалистика Вот И вот тогда Я что придумал Ой А как вас зовут Простите Я Елена зовут Ой Елена Очень приятно Может мы еще Подружимся Не сошелся Свет Крином На этих На яблонях И вот я беру Вот такое Смотрите Потом увидите Вы видите Раз Два Три Четыре Пять Шесть Семь Восемь Девять Десять Яблок Так На переднем плане И любой скажет Хочу А на дальнем плане Примерно Полсотни Таких же яблонь А на них Нет ни одного Яблочка Вот это и получается Нашли одно Вообще Это калаш Это знаете как На переднем плане Вставили рисунок А на заднем плане Вон они колонны Без единого яблочка У них даже не хватило ума Что любой Непридзятый человек Скажет Да где же ваши яблоки Десять яблок На полсотни яблонь На десять яблонь Одно яблоко Вот это вы увидите Так Смотрим дальше Так Как теперь назад Вернуть то Господи Я такой специалист Сейчас мне надо Вернуть обратно Ну ладно Ага Ну почти вернул Так А Теперь выдели Вот это правильно Вот Сейчас еще покажу Ой 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 Сейчас Сейчас Я такой специалист Я такой специалист Вот следующий Я не выбирал Она сама попалась Итак На переднем плане Раз два три Четыре пять Шесть Семь Восемь Девять Пятнадцать яблок Уже следующее Слева Я уже критиковал это Слева Так же Страшное Изуродованное дерево Тем что отрезали Десять пятнадцать Нижних веток Которые бы плодоносили Хочется выматериться А на нем Уже раз два три Четыре Пять яблок А на нем еще А на дальнем плане Еще десяток И вообще без яблок И вот это вот Выдают за шедевры Вот такие картинки Понимаете Вот Могу еще такие же Подыскать В общем получается Картина жуткая Лохотрон дичайший И это при том Что вот эти Несколько тут Ну сотня таких Допустим Фотографий Это на всю страну И то выбраны так Что оказывается Это самое Ну вот Она одно Позади поля Нету никакого сада Вот Ну и наконец Я быстро-быстро Это же я не только Для вас стараюсь У меня еще Немножко времени есть Я теперь Вместо яблок Напишу груши И покажу вам Так как груш В принципе и не бывает Колновидных Я покажу Эту меру Их фантазии Подлости И предательства По отношению к людям Груши Смотрите Фото Сейчас увидите Они одни и те же Везде и всюду Вот это вот Фотография Здесь справа На многих фотографиях есть Но не на всех Отрезают правую часть Здесь штамп А это просто ветка Свешивается И никакого отношения К колновидности не имеет А человеку Выделили крупный план Вот любуйтесь Покупайте У вас будет это Декор А сапфира Ну бывает Ее дефоры Назовут сапфиры Я все это изучил Вот Вот эти вот Самые 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 Ну если вы потом Отдельно Потом посмотрите Три Разное Дерево А на каждом Из этих трех деревьев Одни и те же Груши Вот эта груша Вот она Вот эти вот так А эти наоборот Вот эти листики Я уже Извел Вот эта ветка Справа Хоть она Не имеет права быть Это же колонна Ну хорошо Вот эта ветка На соседнем дереве Вот она Видели? Вот она И вот это вот Получается так Это такая Изощренная Фантазия В то же время Глупая Автора Компьютерщика Этих Картинок Так Что он даже Не догадался Где-то в другом месте Груши взять У него Одни и те же Груши на левом Эти же груши На среднем И на этот Правом Потом Кто захочет Наберет Колонновидные груши И убедится в том Что я не болтун Что все это правда Смотрим дальше Это не все Вот Это просто чудо Это просто ужас какой-то Сейчас я вам покажу Как они умудряются Это делать Вот Когда А может вам Достаточно этого Вы меня пугаете Сейчас этим всем Я как бы Пугаю У меня есть к вам доверие Вы можете сказать То есть Изначально Вопрос Который я задала То есть Вы вообще Не советуете Да Колонновидные яблони Только Для тех Кто Это самое Знаете Есть люди чудаки Вроде меня Вот Я Когда столкнулся Я увидел Мне стало интересно Я решил повторить опыт Опыт не удался Я понял Что по подвое Не подходят Надо было Или искать Другие подвое Или отказаться От этой идеи Я нашел Другие подвое И у меня Получилось Чуть ли Сейчас на данный момент В Сибири Возможно Это единственный сад Который плодоносит Колонновидные Это есть Но еще раз говорю У вас в Новосибирске На 1-2 градуса Зима в среднем Холоднее Это не мало 1-2 градуса Средне зимнее У нас Ну то снега много В Алейках А Ну хорошо Снега много Но еще раз говорю Колонновидные яблони Даже яблони Это миф Он В теории Он должен давать По ведру 15 лет На самом деле Он за 15 лет И вам не даст Даже ведра У них нет Морозостойкости У них нет Специальных подвоев Специальные подвои У них морозостойкость От 10 до 15 Ну то есть Подвоями являются Культурные яблони Морозостойкости нет То есть хотите сказать Если я не такой Упертый исследователь Садовод Мне за них Не надо и браться Да Вам не надо браться Это мой четкий Жесткий ответ Вам не надо браться Ну жалко Конечно Ну поймите А чем вам плохи Нормальные яблони Которые дают 10-20-30 ведер Чем они вам не угодили Зачем вам нужны яблони Которые даст 3-5 этих яблок А потом благополучно умрет У них нет будущего Они не могут развиваться Эти несколько корешков Искусственных Даже если они не замерзут Их нужно постоянно поливать Потому что они никогда Не это Не добудут себе воду С помощью стержневого корня У него нет стержневого корня Воду не добудут Их надо поливать Надо Они падают Не дай бог урожая Они сразу падают Сразу Это здесь подлинненькие люди Рисуют их в горшках Рисуют подчеркиваю А какие яблоньки Вы сажаете Ну если небольшие Нет Вам почему нужны небольшие Почему мне нужны нормальные яблоки Зачем Лучше одна корова Чем это Чем 100 Этих самых Вы же их обрезаете Они у вас не растут Уже 7 метров Избавь боже Я к ним не подхожу Секатором Это же Каждая обрезанная ветка Это не Она тут же Замещается Другими ветками Как правило Три к одному Или десяткам Этих самых Замещается Волшков Вот Поэтому уже резать нельзя А у вторых Любая отрезанная ветка Это снижение моростойкости И сразу набрасывается На больной Не сейчас на дерево Набрасываются Все кто только могут Все насекомые Слушайте Ну а мне говорят Что в связи с тем У меня есть там Три яблоньки Мне говорят Что в связи с тем Что я Только потому что Я ее не режу Она вот и плохо Подносит Надо ее формировать О Наташа Песня хорошая Ну я не могу вам сказать Не режьте Вы можете стать Успытателем Например Две резать Одну не резать А через пару лет Позвоните И скажете Но дело в том Что я все это проходил Я как все Уничтожал деревья Понимаете Ага Поняла Интересно Ну знаете что К какому выводу Я пришла Из начала разговора Про колонавидные Я поняла Что это утопия А еще поняла Что я все таки Посмотрю ваши Видео Вам нужно записаться На мой канал Который называется Садоводство по Железову Всего три слова Садоводство по Железову Ну можете слово Канал Вы окажетесь В удивительном мире Я уже очень пытаюсь Записывать Думала что-нибудь Будете мне говорить На что обратить внимание А вы мне говорите Нет 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 Вот смотрите Сейчас я Почу случайно Груша Передо мной Сделал крупный план Вот Это надо быть Железовым Потому что Я уверен С тысячи человек Видит только я один И вы когда увидите Вы будете Хохотать Ведь человек Захочет эту грушу Вот четыре грушки Я показываю Курсором Да Теперь Развернули их Вот так Грушка На ней яркое Солнечное Пятнышко Раз Вот оно То есть Делали так Грушу Сляпали Из трех Кусочков Нарисовали Все Маркетинг Проник Вообще Сферы жизни Вы потом Увидите Вот она Вот она Только Повернули И вот она Вот она Это Не могу я Вы понимаете Мне самое страшное Что люди В это верят Что за это Никто не отвечает Что у человека На сайте Это груша Это одна из самых Вы знаете Что сейчас я сделаю Я напишу Не напишу Нажал правую мышку Это вы потом Увидите Как я Разоблачаю Это Чуть не сказал Слово Ну знаете Какое Найти в Яндексе И вот смотрите Сколько сайтов Вот этот вот Рисунок Который В природе Не существует Да Сколько Присвоило Внимание Нарисованную А выдают За настоящую Я листаю 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 Ну Сотня добрая Вот так Получается Вот она Это вы потом Когда мы с вами Подружимся Вы увидите Этот фильм Прямо Через несколько дней На моем канале Вот он будет Он будет называться Так А еще раз Как вас зовут Елена Елена А то у меня память плохая Там будет примерно так звучать Сибирь на проводе Диалог Железова с Еленой Или Вот Примерно так В общем поймете О колоновидных я О колоновидных деревьях И вот здесь Вы увидите Вот это чудо Нарисованное Вы увидите Как его здорово Берут кусочек Дерева Разворачивают Получается Целая колоновидная Груша Вот А остальные Кроме этого самого художника Ничего не догадываясь Чтобы продать Какой-нибудь Это самое Дровишки Они просто берут И размещают Эту фотографию На сотни сайтов Вы представляете Вот это Есть действительность То есть На самом деле Груш колоновидных Нет на планете Ни одной А вот это Мне трудно доказать Видишь Черновидская область Вот Украина Саженцы Черновцы Ой-ой-ой Опять Черновидные Господи Тут вообще Не по-русски написано Непонятный шрифт Даже не английский Вот И везде Обман 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 Снова Украина Вот Валерий Константинович А скажите Это касается По поводу обрезки Вы как-то так Меня задели Это касается Вообще И Груш И Вишен Нет Смотрите Дело в чем Это отдельная тема У меня осталось Четыре минуты Открутится этот Он сам по себе Открутится Но я что успею сказать Насчет обрезки Меня уже пытались Буквально задавить Упреками Значит А вы сами режете Другими не даете Обрезка на моложение Да Старое дерево Можно вернуть Молодость Искалечивая Буквально Искалечивая Ну по принципу Чего жалеть Пенсионера Вот Обрезка при посадке Посадили любой саженец Если вы не уравняли Не отрезали часть кроны Чтобы уравняться С корнями Получается Сразу инвалида На всю жизнь С коротким веком И с этими Без иммунитета С набросившимися Этими самым Насекомыми И бесконечным И опрыскиванием Вот этого ждет Эта обрезка Тоже нужна При посадке саженца Санитарная обрезка Три Но Никаких обрезок На омоложение Раз На осветление кроны Два Третий палец Для искусственного Этого Штамба Три Вот все что я успел Сказать Потому что набегу Это просто набегу Это спонтанный Наш разговор Теперь еще Может быть Успеете что-то спросить Слушаю вас Нет Ну как бы Я ответы получила Я конечно Уже рисовала Те картинки Которые вот есть Которые вы видите Перед собой Но похоже Я этих картинок Не вижу Все ладно Вы как-то меня на землю Вы увидите Когда фильм выйдет Напишите мне Отдельно письмо Знаете как мне писать Константинович Пришлите мне этот Наш совместный фильм Хорошо Ладно Ну на почту На электронную да? Да У меня по-английски Железов Сансим Я когда читала Вашу Все я записала И телефон И почту Напишите Пришли бы фильм Вот Валерий Костанович Пожалуйста Хорошо Спасибо вам Я надеюсь Я надеюсь Что я вам спас Много денег Потому что Сами бы вы не вырастили Да Да Вот Это от души говорю Я потому что Я бы мог на этом зарабатывать Я кричу громче всех Единственный Меня когда-то запретили Печатать в газете Ваши шесть соток Она напечатала Вот такую разгромную статью У вас перед глазами Не ваша шесть соток Статья? Нет Вот я выдал Все что я об этом думаю А после этого Поступил запрет Железово не печатать Ага Чьи-то деньги Тю-тю Вот Но деньги Плохие деньги Нечестные деньги Но вы еще сэкономили Мне оказывается Саянногорс Не надо приезжать Смотреть Что как у вас там Разгромные А не почему У меня уже Настоящие колонны Но они как А еще секунда Мои Они просто На второй-третий год На штамбе Больше не остается Ни одного Плодовой почки Переходит Так как у меня все-таки Корневые отводки Все-таки Это не вот эти Суперкарлики Что по пояс Или там по плечи А все-таки Они достаточно рослые Со временем Им передается От них Этим Жалким Несчастным Колонновидным веточкам В виде превью Передается Мощь от подвое И он растет Старается Как бы вертикально Но уже несколько веток Но нету Зараза под рукой У меня этих фотографий Долго искать Вот И тогда Получается Я может быть Кусочек разговора Это затрону На вебинаре Вебинар будет Понедельник Так ближайший В 16 по Москве Посмотрите внимательно У меня в гостевой книге Я сейчас ее нажму Специально для вас Вот Почему? Потому что я там Покажу вам Несколько колонн Специально Специально Вот Сейчас я нажму Вот это Моя гостевая книга Так Вот это Мое объявление Найдете Гостевую книгу На моем сайте Так Вот оно Объявление Вебинар 24 января Вам выслать его Если вы напишите Пункт 2 Пришлите объявление Вот Да Я напишу Ну в общем Все Наверное Будем заканчивать Спасибо вам большое Пошла последняя минута Извините Я старался Побольше рассказать Получился сумбурный Малодоказательный Ну на вебинаре Я несколько фотографий Приготовлю Вы будете В шоке Когда увидите Что это такое Даже Увидев эту картинку Даже Да Вот эту картинку Про эту колонновидную грушу Подлинненькую Нарисованную Ни одного В природе нет И вот это Выдают Выдают А люди верят Верят Понимаете Вот эту дрянь Берут Но ее нет В природе Вот все Что вот тут Справа Вот я Нажимаю Да Вот Справа И нету ничего Этого в природе Вот она А Вот она Развернули Ой Сейчас закончится фильм Развернули Эту же ветку Наоборот И вот он штамп Простую ветку Выдали за колонну Тысячи Ну не тысячи Ну 200-300 сайтов При своде Эту фотографию Дурят голову Все Он и без меня Дурят Дурят Продолжение следует...